В этом уроке мы познакомимся с командами форматирования символов. Это теоретический урок. В следующем уроке мы рассмотрим еще раз эти же команды достаточно подробно, и вы сможете их сами повторить. В качестве примера возьмем текст, на котором мы учились выделять символы, строчки и абзацы. Это файл выделения текста «Практическая работа». Итак, что же такое форматирование? Форматирование символов – это, по сути, оформление шрифта. В число этих команд входят команды, которые меняют тип шрифта, меняют размер шрифта, меняют начертание, а также цвет шрифта и устанавливают подчеркивания и различные эффекты видоизменения. Наиболее частые команды форматирования находятся на панели инструментов форматирования. Вот сейчас я их показываю на экране. Это окошко отвечает за изменения типа шрифта. Называется оно «Шрифт». С помощью стрелки мы можем выбрать разные варианты шрифтов. Следующее окно отвечает за размер шрифта. Следующие три буквы «Ж», «К» и «Ч» устанавливают различные начертания шрифта. «Ж» – это полужирный шрифт, «К» – курсив, «Ч» – подчеркнутый. Следующие несколько кнопок относятся к форматированию абзацев, и сейчас мы их рассматривать не будем. В конце этой строки есть кнопка, которая устанавливает цвет текста. Теперь рассмотрим порядок действий для форматирования символов. Первое. Перед форматированием текст нужно выделить. То есть мы должны точно указать компьютеру, для какого текста хотим применять команду форматирования. Например, для первых двух строчек мы можем поменять тип шрифта. Вместо шрифта «Times New Roman» выберем «Arial». Можно увидеть, что внешний вид букв очень сильно изменился. На тексте второго абзаца посмотрим другой тип шрифта, например, «Monotype Cursive». Текст при этом выглядит по-другому. В третьем абзаце для разных слов установим разный размер шрифта. Первое слово «Широкий» у нас останется размером 14. Для второго слова установим размер, например, 10 пунктов. Для третьего слова установим размер 18 пунктов. И для четвертого слова установим размер 28 пунктов. Для следующих трех строчек установим разное начертание для текста. К этой строке применим полужирное начертание. К следующей строке применим курсивное начертание. И к следующей строке применим подчеркивание. Обратите внимание, что если у нас для какого-то текста применено, например, полужирное начертание, или если мы здесь меняли размер букв, то когда мы ставим курсор на эту строчку, мы сразу же на панели инструментов можем увидеть, какие изменения со шрифтом были произведены. Если мы хотим вернуть все обратно, то мы можем снова выделить этот текст и, например, отменить полужирное начертание. Текст вернется к своему прежнему внешнему виду. Если нам кажется, что это слово не помещается в строчку из-за большого размера символов, то мы можем его выделить снова и вернуть прежний размер символов в 14 пунктов. Для первого абзаца поменяем цвет текста. Для этого нам нужно выделить первый абзац, нажать на стрелку рядом с кнопкой цвет шрифта и выбрать любой цвет. Кроме того, мы можем настраивать все эти параметры одновременно с помощью верхнего меню формат шрифт. Для этого первое, точно так же, мы должны выделить текст, с которым хотим работать. Например, на этот раз будем работать с первым предложением следующего абзаца. Выделили это предложение и заходим в меню «Формат шрифт». В этом меню находятся все команды форматирования шрифта. Вот они здесь. Первый раздел «Шрифт» – это тип шрифта. Можем выбрать, например, Arial. Следующее окошко – начертание. Можем выбрать либо обычное, либо курсив, либо полужирный, либо полужирный курсив. Установим полужирный курсив. В следующем окне можем выбрать размер символов. Допустим, 18 пунктов. Следующее окно отвечает за цвет текста. Можем его тоже поменять. За подчеркивание в этом диалоговом окне отвечают целых два окна. Первое – непосредственно наличие и вид подчеркивания, допустим, двойная сплошная линия. И в другом окне мы можем выбрать цвет подчеркивания. Например, установить его. Если текст был зеленым, нужно сделать темно-зеленый. После того, как мы поменяли все эти параметры, можем сказать «Ок». Чтобы увидеть результат, необходимо снять выделение из текста одним щелчком левой кнопки мышки. Следующее, что нам необходимо рассмотреть по вопросу форматирования символов – это применение форматной кисти. Вот она, форматная кисть, расположена на панели инструментов «Стандартная». Если вы подведете указатель мыши к этой кнопке, то появится всплывающая подсказка «Копировать формат». Эта кисть работает следующим образом. Допустим, нам нравится, как оформлены какие-то слова или предложения в тексте. И мы хотим точно так же оформить другой текст. Конечно же, мы можем выделить текст или установить туда курсор, зайти в меню «Формат», «Шрифт» и запомнить те характеристики. Но это очень неудобно. Мы можем действовать проще. Мы можем запомнить оформление этого текста и точно так же оформить другой фрагмент текста. Для этого как раз и будет использоваться форматная кисть или кнопка «Копировать формат». Порядок действий будет следующий. Первым действием нам нужно выделить тот текст, оформление которого нам нравится. Вторым действием нам нужно нажать левой кнопкой мышки один раз на кнопку «Копировать формат». «Копировать формат» и нажать левой кнопку «Копировать формат». Третьим действием нам нужно выделить тот текст, который мы хотим оформить точно так же, как наш текст-образец. Например, это будет вот это предложение. Я просто выделяю это предложение. При этом вижу, что указатель мыши выглядит несколько необычно. Помимо обычного значка, рядом есть мини-изображение форматной кисти. Итак, выделяю это предложение. Выделила. Отпускаю левую кнопку мышки. Одним щелчком левой кнопки мышки можно снять выделение с этого текста. В результате данных действий это предложение мы оформили точно так же, как наш текст-образец. Таким образом работает форматная кисть или команда «Копировать формат». Это основные команды форматирования символов, которые используются чаще всего. В следующем уроке мы рассмотрим их на практических примерах. Продолжение следует...